доброго времени суток сочатовцы да что вы за эти социальные нормы цепляетесь откуда там что-то произнос вот если поискать то можно найти ну вот там где закон покажите закон о социальных нормах есть такой закон нет социальные нормы они понимаете начинаются если у вас есть энергопринимающие установки там какие-то трансформаторы нам кита еще чего-нибудь там какие-то генераторы свыше 670 киловатт в час то есть она должна 670 киловатт вот например печка в сауне потребляет там ну в квартире там 68 киловатт в час чайник там полтора киловатта потребляет понимаете лампочка там 100 ватт наверно там сутки 2 киловатта потреблять сутки у вас должна быть энергоустановка 670 киловатт в час только тогда вы можете быть участником рынка электроэнергии и только в таком случае с вами могут заключаться договора это написано нормативно правых актов вот этой вот российской федерации на высокие социальные нормы ищите до электроэнергия это неисчерпаемый ресурс который нам дает сама природа и то что вот эти мрази они загнали это все в счетчике в провода это их проблемы потому что электроэнергия еще там 200 лет назад она без проводов передавалась там во все дома там и так далее все освещалось потому что у нас поток идет эфира мощный который все прижимает к поверхности планеты потому что эфирная тень создается если вы подниметесь на 600 километров над планетой так как поток распространяется по спирали то встречный поток вас подхватит и вы оказываетесь в невесомости представляете какая мощная сила он тесла он в америке вышку ставил и в европе и за одну секунду возникала электрическая дуга освещала атлантику там пожалуйста можно ночью было плыть как днем лишь поймите что это неисчерпаемый ресурс а вы там из него мизерную какую-то дольку берете еще таки у меня как бы нам не превысить а вот у нас по хорошему вообще все должно отапливаться электричеством мы все дома на каждый дом должен стоять отдельно там какой-то генератор там он раньше и стоял посмотрите на всех домах вот этих архитектура старая например даже небоскреб стоит наверху у него этих башенки купола как на храмах что такое храм если вот по символам разобрать идет первая буква хер то есть порождающие поэтому она так как бы и называется там ну в таком как бы принятым неприличным там потому что оттуда жизнь выходит то понимаете хер идет порождающая ра ра это великое сияние электроэнергии которая идет к нам с потоком от каждой звезды ближайшее солнце и приходит это ра куда она приходит она приходит жизнестроем божественным потворцовым то есть оно приходит в букву мы мыслите то есть это вот если идет подтвердивая это мыслите а если в зеркальном отражить это будет буква от ну к w так как бы сейчас все грудь w и храм это получается что порождающая энергию ра жизнестроем бога в мыслях людей под духовной защитой потому что там еще символ идет ер храм то есть это были источники электроэнергии электростанции были найдите фильм промышленные выставки в париже там и там есть павильон например без топливных электрогенераторов и там прям сплошными рядами стоят маленького размера такие вот изделия которые повторяют вид церкви с куполами и так далее просто в каждом куполе вот даже на домах то есть каждый дом он отапливался самостоятельно в любом городе возьмите посмотрите старая архитектура там купола в них стояли бестопливные генераторы там ртуть использовался еще что-то как летающие тарелки они там крутились и все и давали чудо электроэнергию нагревались стены через арматуру то есть нагревались полы там отапливал все это вода была для этого и раздолбали все для того чтобы все в провода загнать поставить счетчики из людей просто за ресурс которым дается от бога не социальный там какой-то он безграничный ресурс но понятно что провода будут перегреваться там еще чего-то такое а когда он не в проводах шоу когда колокола создавали вибрацию там возникало как бы сказать от этих колоколов там какая-то разных там интерференция там это все принималось входило в резонанс с какими-то вот устройствами у людей все в домах у них лампы горели там отопление было вот таким образом понимаете поэтому нет никакой социальной то есть есть 131 федеральный закон о местном самоуправлении которое выбрали вы все вы хозяева у них даже написано единственным источником власти являются народ он может осуществлять свою власть непосредственно либо через законно выбранные там органы там и так далее то есть про непосредственно все забыли и все так как же в копейках то мне заплатить в копейках надо и в копейках заплачу пойду да вообще ничего не надо платить у вас у всех договор устав поселения называется которым написано что вам обязаны организовать все проводе есть электричество организовал кто местное самоуправление берете 210 федеральный закон статья 8 о местном самоуправлении услуги местного собора управления оказываются на безоплатной основе но если конечно полоумные не собрались там не провели какое-то там собрание собственников жилья и не приняли тарифы там самообложение нас самооблажались и такие там выбрали кунь бухгалтер что там аферист клада эти бабки себе забирает понимаете а эти ходят сдают мы будем регулировать тариф мы собственники и так далее ну больные и моё понимаете больные люди вот они все социальная норма нам социально пока 670 киловатт не будет у тебя на квартиру никакой социальной нормы у тебя никогда не будет а когда вы юрлицо создаете там из 100 квартир понятно чтобы по 6 киловатт можете расходовать у вас возникает юрлицо которое участникам рынка электроэнергии могут быть только юридические лица индивидуальные предприниматели мэти а жители они не могут быть участниками потому что у них закон говорит о том что они должны это все принимать безоплатно в счет погашения их доли в природных ресурсах доля в природных ресурсах каждого из вас примерно сейчас 50 миллионов билетов банка россии в год ну пусть берут 50 миллионов не выдавать и я буду платить по 6 копеек за киловатт 6 копеек киловатт стоит они 360 поэтому никаких документов нету поэтому все подписано там к канцелярии какой-то там без подписи того кто должен подписывать поэтому не надо вот это копание я всем вот уже вот десятки раз объяснял три положения 131 фвз устав города 210 фвз все не надо ничего больше искать там кто чё там какие-то ресурсоснабжающие организации договора с муниципалитетом и мы найдем вам что заняться нечем что-ли а а и а и и и и и и и и Продолжение следует...